Библия Библия — это модель хорошего учения. В ней есть различные принципы учения. Один, заслуживающий особого внимания, заключается в том, чтобы привести людей от известного к неизвестному. Никогда не начинаешь с неизвестного, но всегда с известного и от него следуешь к неизвестному. Один из способов, как Библия осуществляет это, она берет простой, известный, ежедневный опыт и деятельность и дает им духовное применение. Есть разнообразные примеры. Библия приводит пример сеятеля, сеющего семя, рыбака, ловящего рыбу, солдата, одевающего свое снаряжение, и в другого рода контексте она говорит о невесте, готовящийся к свадьбе. Это лишь несколько примеров данного принципа. Но особенная и известная деятельность, которой я хочу уделить отдельное внимание, приводится в примере строительства здания. И этот пример, думаю, как пример христианской жизни, приводится столько раз, сколько и все остальные в Библии. Поэтому мы обратимся сначала к посланию Иуды, стихам 20 и 21. Это слово увещевания для нас с вами, как верующих, написано, «А вы, возлюбленные, «Назидая себя в святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией». Писание говорит нам назидаться в святейшей нашей вере. Это один из вариантов, как метафора о строительстве, она применяется тут. Мы ответственны за свое назидание. И далее в послании Ефесянам 2 главе, в 21 и 22 стихах, говорится о святом храме в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Здесь говорится о коллективном христианском сообществе, которое нам предстоит построить вместе в Духе Святом, и где будет жить Сам Бог. В первом послании Петра, 2 главе, стихах 4 и 5, где говорится об Иисусе, как о живом камне, Петр говорит следующее. «Приступая к Нему, к камню живому, человеками отверженному, но Богом избранным, драгоценным, и сами, как живые камни, устроите из себя Дом Духовный, Священство Святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом». В этом месте каждый из нас сравнивается с живым камнем, который встроен вместе в святой храм, который займет Господь. И еще один заключительный пример из книги Деяний, 20 главы, прощание Павла со старейшинами Ефеса, которые были им особо возлюблены. Потому что именно в Ефесе его служение имело самое большое влияние, нежели чем где-либо. В своей речи Павел прощается с ними и сообщает, что больше они уже не увидятся в этой жизни. Это была очень трогательная для всех ситуация. И последняя вещь, которую он хотел оставить им, изложена в 32 стихе 20 главы Деяний. «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Павел излагает главный метод или прием, который помогает нам назидаться. Это Слово Божией благодати, Библия. И он говорит, что она может назидать нас и дать нам наследие среди тех, кто отделен для Иисуса Христа верой в Него. Скажу вам, что я не строитель, но знаю одну вещь. В любом прочном здании, построенном из кирпича, камня или бетона, или даже из древесины, жизненно важной областью является основание. И Библия особо рассматривает эту тему. Она является для всех нас темой великой важности. Нам необходимо иметь правильное основание. Основание или фундамент устанавливает пределы или ограничения для здания, которые можно на нем построить. Оно обозначает и размер, и вес. Фундамент дает предельные значения. Это есть правда и в христианской жизни. Невозможно построить более успешную христианскую жизнь, чем позволит вам это сделать в вашей основании. Это жизненно важный вопрос, каким является ваше основание. Положили ли вы правильный фундамент в свою жизнь? Теперь, есть только одно основание, которое отвечает требованиям «достаточно». оно полностью обоснованно, является личностью, имя которой – Иисус Христос. Павел пишет верующим в Коринфе, в первом послании, третьей главе, используя две метафоры. Он применяет сначала сельскохозяйственную метафору, а потом переходит к строительной метафоре. В девятом стихе сказано им, «Ибо мы – соработники у Бога, а вы – Божья Нива». Это сельскохозяйственная метафора. «Божье строение» – это уже строительная метафора. И далее он продолжает в том же духе. «Я, поданный мне от Бога благодати, как мудрый строитель, на греческом это слово звучит как архитектор, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Правил говорит, что есть лишь одно основание для христианской жизни. Это сам Иисус. Все, что построено не на этом основании, не сможет пройти испытание времени. Очень важно для каждого из нас оценить, на чем построена наша жизнь. Истинно ли мы основаны на Господе Иисусе Христе? Есть ли у нас личные взаимоотношения и личное познание Иисуса Христа, которое дает нам способность иметь с Ним личный контакт? Вопрос закладывания такого основания в Иисусе чрезвычайно важен для нас. Мне хочется потратить некоторое время, чтобы разобраться с тем, как мы можем положить нужное основание. Основание Иисуса Христа. Я предлагаю каждому из вас оценить вашу жизнь, ваше духовное состояние и духовный опыт. Проверить, в правильном ли вы состоянии в отношении вашего основания. И потому предлагаю вам открыть Евангелие от Матфея, 16 главу, для основ учения. С 13 стиха и далее. Иисус говорит Своим ученикам, придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали Ему, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Далее он говорит очень личные слова, «А за кого вы почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Это был решающий момент в жизни Петра и во всей христианской истории. «Ты Христос, Мессия, Ты Сын Живого Бога». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен Ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец, Сущий на небесах. И я говорю тебе, Ты, Петр, и на Семь Камне я создам Церковь Мою, и врата Ада не одолеют ее». Итак, Иисус использует данную встречу с Петром, чтобы объявить то, как мы можем положить основание в самом Иисусе Христе. Прежде всего, я хочу прокомментировать некоторые использованные слова. В 18 стихе Иисус говорит, «Ты, Петр». На греческом это звучит как Петрос. И на камне этом, на греческом Петра, «Я построю Церковь Мою». Очень часто предполагают, что Петр был основанием Церкви. Я должен заметить, что если бы это было правдой, то такое здание было бы очень шарким, так как немногим позднее Иисус сделал ему выговор, сказав, «Отойди от меня, Сатана». Еще позднее он трижды отрекся от Господа, и даже после воскресения Павел упрекал его в том, что он шел на компромисс с истиной из-за страха перед евреями. Поэтому я очень благодарен, что Церковь построена не на Петре и не на Мои. То, что всплывает на самом деле из данного отрывка, и оно очень ясно на греческом языке Нового Завета, который у нас есть, «Ты, Петр, Петрос, и на камне Сем, Петра, я построю Церковь Мою». Слово «Петрос» с греческого языка переводится как «небольшой камень». Обычно это камень, который люди использовали, чтобы побить кого-то камнями. С другой стороны, «Петра» обозначает острый камень, который взят из скалистого основания. Он часто используется на утесах или такого рода минеральных отложениях. Но важная вещь, которую нужно помнить. Он является частью скалы. Что такое скалистые основания? То, через что проходил Петр. Признание Иисуса тем, кто Он есть, открытое Духом Святым. Никто не может узнать, кто такой Иисус на самом деле, пока Бог Отец не откроет этого Духом Святым. И это есть Петра. Скалистые основания, на котором должна быть основана наша вера. Наша личная встреча с Иисусом или наше личное откровение о Нем не как с Сыном Плотника, не как с исторической фигурой, но как с несотворенным, вечным Сыном Божиим. А вот направление нашего пути, если мы хотим быть построенными на этом камне. Опыт, через который прошел Петр, должен быть параллельным в нашем опыте. Я много раз говорил людям, что они могут присоединиться к церкви, могут проходить через религиозные церемонии, могут произнести молитву и оставаться при этом неизмененными. Но если вы на самом деле пришли к Иисусу, то будете точно изменены. Никто, встретившись с Иисусом, не остается прежним. Каждый из нас должен спросить себя, была ли у него личная, изменяющая жизнь, встреча с Господом Иисусом Христом. Я бы хотел предложить вам на рассмотрение четыре фазы, через которые прошел Петр в своей встрече с Иисусом. Прежде всего, это было столкновение. Иисус и Петр встретились лицом к лицу, не было ни посредника, ни священника, никого между ними. Это была откровенная, личная встреча. Именно через это нам нужно пройти. Иисус сказал про Себя, «Я есть дверь. Если кто войдет через нее, спасется». Есть лишь один путь в Царство Божие, и это через дверь. Дверь — это не церковь, не доктрина. Это Иисус. «Я есть дверь». Во-вторых, столкновение преследовало откровение. Откровение, основательно подкрепленное Богом Отцом через самого Святого Духа. Иисус сказал, что плоть и кровь не могли открыть Ему это. Невозможно получить его естественными чувствами. Должно быть откровение. И снова это необходимо. Никто не может узнать Иисуса, каков Он истинно есть, как вечный Божий Сын, без личного откровения. Можно изучать теологию, посещать библейский колледж, можно даже стать служителем, но без личного откровения от Иисуса. Вы не узнаете Его. Такое откровение приходит от Бога Отца через Иисуса Христа, Сына Божьего. Позвольте задать вам вопрос, на который не нужно отвечать. Был ли у вас опыт такой личной встречи с Иисусом? У меня был. Более чем 50 лет назад посреди ночи я встретил Иисуса, когда я участвовал во Второй мировой войне, и у меня не было никакого доктринального знания, евангельского языка. Я не мог назвать себя спасенным или рожденным свыше. Все это я узнал позже. Но я хочу вам сказать, что я был изменен тогда радикально, на постоянной основе и изменен полностью. Я был сделан совершенным. на самом деле, позвольте признать, что я до сих пор не совершен, но я был изменен в лучшую сторону. Далее должна быть признательность за то, что Святой Дух нам показывает. Мы должны сказать, «Да, я верю, я принимаю». Мы должны дать какой-то ответ. Не автоматический. Он требует того, чтобы что-то происходило в нас. И в-четвертых, должно быть публичное признание нашей веры в Иисуса Христа. Именно к этому Иисус подвел Петра. «Ты Христос, ты Мессия». Он сделал это публично. Люди говорят о тайных верующих. Я признаю, что есть тайные верующие, особенно в тех странах, где, признав себя верующим, вы обречете себя на смерть. Но я не верю, что кто-то может постоянно оставаться тайным верующим. Позвольте мне прочитать вам то, что Иисус говорит в Евангелии от Матфея, 10 главе, 32 и 33 стихах. «И так всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я перед Отцом Моим Небесным». Иисус в характерном для Себя поведении предлагает нам сделать не один из трех выборов, а один из двух. Либо мы признаем, либо отрицаем Его. Если вы не исповедуете Его в подходящей ситуации, вы на самом деле отрекаетесь от Него. Поэтому каждому из нас придется оказаться в ситуации, когда мы открыто признаемся в своей вере в Господа Иисуса Христа. И это решающий момент для многих. Я обнаружил в армии, что после того, как уверовал, лучшее, что я мог сделать, это поведать каждому новому человеку, которого я встретил, о том, на чем я стою. Тогда вам никогда не придется возвращаться обратно, чтобы извиняться за то, что при первой встрече вы не рассказали о своей вере. Я совершил то, что не являлось религиозным действием. И каждую ночь, где бы я ни находился, я склонялся на колени у кровати и молился. И мое поведение показывало всем, какой личностью я являлся. И мне было гораздо проще. Я видел других христиан, которые просто лили воду и не говорили прямо, кем они являлись и во что верили. И им было гораздо труднее возвращаться к этой теме после. Поэтому я бы посоветовал вам, если вам не приходится стоять на углу улицы и проповедовать, вам не нужно быть проповедником. Вы можете быть студентом, домохозяйкой, где бы вы ни были. Дайте людям знать, что вы верите в Иисуса, Божьего Сына. Позвольте зачитать вам подряд эти четыре последовательные фазы в данной встрече. Они настолько фундаментальны, потому что таким образом мы кладем основания Иисуса в наших жизнях лично. Прежде всего, было столкновение. Во-вторых, дано откровение Богом Отцом через Духа Святого. В-третьих, Петр ответил признательностью. В-четвертых, он совершил публичное признание. Теперь вы можете спросить, и другие люди могут задать вопрос о том, возможно ли подобное откровение сегодня. Возможно, таким людям, как мы, знать Иисуса так же реально и лично, как знал Петр и другие ученики, мы должны увидеть два важных момента. Во-первых, Иисус не был открыт Петру как сын плотника. Он бы знал его с этой стороны, если бы узнавал сам. Иисус был ему открыт как вечный Божий Сын. Писание говорит в послании к евреям, 13 главе, 8 стихе, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Значит, не может в нем произойти никакой перемены. Поэтому дело состоит не в языке, культуре или одежде, но вопрос вечной личности Иисуса. Именно с этим и столкнулся Петр. Возможно, впервые в жизни он имел откровение о том, кем же был Иисус. Во-вторых, откровение было дано через Святого Духа. Библия называет Святого Духа Вечным Духом, Духом без времени. Время, моды, история, обычаи, язык, они не меняют Святого Духа. По этим двум причинам, равно возможно для вас и для меня иметь это прямое и личное откровение об Иисусе Христе. Оно также возможно, как и для Петра. Во-первых, речь идет о Вечном Сыне Иисусе Христе, который открывается, и во-вторых, Вечный Дух открывает Его нам. Мы подходим к следующей важной практической теме. Если вы положили основание, как вы строите на нем? Помните метафоры, которые мы использовали вначале? Мы говорили о здании. Следующей насущной, важной и практической темой является то, как мы строим на имеющемся основании. Я хочу обратиться к притче, рассказанной Иисусом. Она изложена в конце 7 главы Евангелия от Матфея. Хорошо известная притча о благоразумном мужа и безумном. Они построили дома, но по-разному. Начнем с 24 стиха. Итак, всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумно, который построил дом свой на камне, скалистые основания, или Петра, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Прежде всего, важно видеть, что каждый дом подвергается одному и тому же испытанию. Не было дома, который не подвергся бы проверке. Та же буря, которая ударила по одному дому, ударила и по другому дому также. Я вам скажу, что христианская жизнь идет не без буря. Вы будете проходить через буря. Господь никогда не гарантировал вам, что их не будет. Павел в своем послании говорит церкви, что мы должны проходить через скорби, чтобы войти в Божье Царство. Если на вашем пути нет скорбей, то стоит вопрос о том, ведет ли эта дорога в Царство Божие. Именно об этом говорил Павел, что нам придется пройти через много испытаний, чтобы войти в Царство Божие. Это не тема сегодняшнего учения, чтобы говорить, почему существуют испытания. Но поверьте, у Бога есть особая цель в этом. Если сейчас вы проходите через них, то не сдавайтесь. Бог проведет вас через них. Вы обнаружите, что в конце Он взаимодействовал с вами, учил вас тому, что вы не могли бы выучить иначе. Откуда я это знаю? Из личного опыта. Я очень редко преподаю теории. Как же строит благоразумный человек? Очень просто. Двумя путями. Услышав и сделав по словам Иисуса и Библии, как же вы можете строить на данном основании? Услышав то, что говорит Библия и поступив так. Не будьте просто слушателями. Для таких у Библии нет обетований. Но будьте слушателем и делателем. Это практика. Это применение учения Библии и учения Иисуса в вашей собственной жизни. И вы обнаружите, двигаясь этим путем, что Бог будет открывать вам все новые сферы, в которых вам нужно использовать истину. Скажу вам, что я был христианином уже 50 лет, и Бог все еще продолжает показывать мне новые пути того, как использовать Его слухи. Новые сферы моей жизни, в которых мне нужно применить его. Мое здание еще не завершено. Оно строится. Но я благодарен Богу, что оно пережило порядок и будет очень успешно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова